здравствуйте дорогие мои друзья знаете такое выражение общеизвестное с такими друзьями и врагов не надо и действительно как часто это бывает что наши друзья самые близкие бывает наши родственники и дальние близкие относятся ну может быть и мы тоже так относимся относятся к нам в чем-то пренебрежительно много ревности много зависти хотя чего завидовать надо радоваться за ну если вашим родственникам у них что-то удается но нет почему-то в жизни это очень встречается и и мне это встречается очень часто сейчас много людей ко мне обращаются и вот эти энергетические поражения которые изначально не чувствуются на они лежат лежат печатями лежат очень некрасиво на нашей энергетике поражают наши энергетические центры отрезают нас от силы земли от силы космоса отрезают искажают энергетику поначалу это не чувствуется но это проникает в нас и через какой-то момент это переходит уже на физический уровень и появляются болезни сначала уходит удача потом может быть настроение какой-то пессимизм уходит желание что-то делать в жизни что-то предпринимать как-то изменить свою жизнь прямо начинает сужаться мир начинает сужаться и кажется ну наверное жестокий мир такой все хотя мир миром когда выясняешь это получается что ближайшие люди братья друзья подруги оказывается вот эти воздействия вот эти печати оставили они и часто эти эти печати хранятся десятилетиями бывает с детства вот эти непонимания зависть злость предательство выражаются вот чисто в энергетической форме как грязные пятна как прямо корни когда же отвратительный суп то субстанции типа дерьма это все все в энергетике сказывается все остается в нашем теле и если человек не занимается какими-то практиками это продолжает так гнить в нем отравлять пускать корни и часто эти корни вообще проникают везде то есть какой-то маленькой семечко зависти оставлены где-то в печени может пустить корни по телу в руках в голове затмить все это и главное что человек неосознающий не понимает а почему это происходит почему вдруг мир стал таким тусклым почему если я раньше у него были желания возможности даже в сложных ситуациях когда-то может быть и денег не было но был вот этот вот ну драйв понимаешь туда я не страшно что что-то происходит потому что я могу я могу у меня есть силы но когда они пропадают вот беда тогда уже ничего не может даже может у вас и и деньги есть и что-то еще есть а нет вот этого ощущения того что вы идете куда-то а как будто вы в лучшем случае кружитесь на месте поэтому друзья мои занимайтесь потому что даже вот я смотрю люди которые обращаются ко мне и какое-то время буквально может месяц-два практикуют какие-то практики не обязательно мои не обязательно надо надо эти практики пропускать через свою душу эти даже пес согласен с этим пропускать через свою душу и понимать подходит не подходит если чувствуете не ваш лучше не делать не надо словам верить надо чувствовал верить своей душе тогда все будет тогда начнет нормализовываться многое в вашей жизни и здоровье которое ушло может начать проявляться и желание появится и удача придет возник будут возникать в обстоятельства нужны и в вашей жизни могут появиться люди которые ну реально не токсичные потому что часто родственники действительно друзья это кармические партнеры с которыми у нас тянется связь вот как далеко может быть не первую жизнь и мы никак не можем развязать эти узлы и не понимаем а почему эти люди так нам относятся вроде должны помогать но на деле то действительно семья должна как-то работать вместе противостоять мир агрессивный понятно защищать друг друга поддерживать тогда она как-то действовать ну хоть каким-то может быть маленьким семейным кланом на деле получается что добывать поддерживают большую часть обычно завидуют проклинают и даже осознанно производят какие-то я понимаю неосознанная злость зависть может отказывать от эти пятна но существует именно люди осознанно делают вот эти проклятие на на смерть какие-то ритуалы проводятся тем более сейчас это так так сказать доступные делают некоторые в шутку просто так даже вот ночью там подружки все хорошо чуть она такая ходит довольная здоровая ну-ка дай-ка я ей дулю какую-нибудь сделаю это потом через десятки лет может проявляться вы не осознаете это и сказывается не только получается не только на там на том на кого оказали это вне влияния но и тот кто изображает из себя вот такого мастера таких тайных дел тоже в результате от этого страдает и у него тоже не налаживается потому что множество примеров у меня когда обычно какая-нибудь женщина такая и вот она вокруг себя все начинает практиковаться семьи своей прочет какую-нибудь книжечку и давай пробовать давай пробовать на ком на семье на подружках и вокруг нее распространяется прямо вот эта мертвая зона у всех начинает все сыпаться здоровье счастье благополучие все начинает сыпаться они не поймут а что такое вроде все нормально было достаточно успешные мужчины женщины все разрушается и у этой так называемый колдуньи тоже ничего хорошего нету не значит что ее иногда может ей кажется что я там владею миром я тут могу всех на всех влиять на деле счастья она от этого не получает поэтому друзья мои призываю завязывать вот это с этой войны поддерживайте свою семью своих близких перестаньте злиться ревновать сложно понимаю завидовать сами развивайтесь зачем делать так чтобы у соседа было плохо сделайте чтобы у себя было хорошо не для того что не внешне не так чтобы в принизить соседа и думать вам у меня получше чуть-чуть но я сам ничего не сделал зато соседа придавил или там родственника а а сам доволен но я-то умный они дураки счастье это вам не принесет друзья мои поэтому практикуйте энергетическая грамотность сейчас в нашем сложном мире меняющимся и очень опасным и столько событий будет происходить надо держаться за своих близких и развиваться в первую очередь развиваться все извините за такую утреннюю может быть нравоучительные такую проповедь не хотел не хотел без себя умника строить просто как-то накипело вот это потому что действительно вот с кем с кем не разговариваем провожу вот эти вот консультации с людьми и поражаюсь действительно с такими друзьями и родственниками никаких врагов не надо потому что от врагов вы можете как-то отстраниться а родственники знают все ваши слабые точки и будут давить на них пока пока не додавит или если вы станете сильным энергетически вы можете их поднять на свой уровень тоже не придавить не придушить ах вы мерзавцы на меня тут влияете а именно поднять вытянуть из их из этого болота из этих предрассудков и поднять не только свою энергетику но и энергетику своих близких может быть даже соседей а может быть целого поселка или дома где вы живете так что давайте с оптимизмом идти вот сейчас и небо голубое и утро хорошее все счастливо друзья мои пока